Вы абсолютно точно слышали фразу про то, что художественная литература не имеет никакого смысла и пользы. Это просто записки каких-то депрессивных мужиков из прошлого столетия, которые вообще собственной жизнью не справились, все засуицидились, и это все полная херня. Как правило, это говорят новые продавцы сверхразума и способов его достижения, но они все неправы. Помимо этого, я сегодня расскажу, почему как раз эта самая депрессия играла деструктивную роль в жизни самих авторов, однако в литературе наоборот созидательна. Здрасте, вы на канале Сейна. Ох, как же меня заебали эти сверхразумы, которые вот левитируют над своим диваном, так же силой мысли держат ноутбук, и так же просто передавая сигнал из разума набирают мне комменты про то, что это просто стадии развития, про то, что сейчас я вот там что-то изучаю, мне что-то нравится, я становлюсь умнее, и сейчас мне нравится художественная литература. Но стоит мне еще почитать, перейти на следующий этап развития, как я пошлю нахер весь худлит, как я буду читать исключительно научную литературу, там, хуй знает, книги с лайфхаками, и художественную литературу они считают таким этапом, то есть как бы уже не совсем тупой, но еще и недостаточно развитый, чтобы типа не тратить свое время на непонятные развлечения. Однако все люди, которые это заявляют, они, как правило, там не ведут кулинарный блог, или не занимаются новостными агентствами, то есть они всегда используют свойства художественной литературы, как правило, это блогеры, немаловажная часть контента которых это рассказанные истории, это поделиться опытом, не вывалить сухие факты, или что-то недавно доказанное, и поделиться догмами, сфоткать законов, или свежими новостями. Это всегда развлекательный медиа-контент, то, над чем хочется подумать. Люди, которые осуждают художественную литературу за ее бесполезность и несодержательность, не смогли бы выражать свои мысли так красочно и завлекающе без этой художественной литературы. Дело в том, что обычно, говоря о бесполезности произведений художественной литературы, говорится о том, что их авторам просто хотелось писать от балды, а не от нечего делать, там поэты просто рифмы искали, а авторы писали там актуальный жанр, чтобы он продался. Но то, что я сейчас описал, называется графоманией. Такие люди действительно были, их очень много, они существуют до сих пор, но они не имеют никакого отношения к художественной литературе и к тому, что все так любят и знают. В действительности, писать это не просто желание от балды, и чтобы хорошо писать, нельзя не посвящать этому очень много времени. Все писатели, которых мир не считает графоманами, а наоборот превозносят почти все, они сидели над литературой огромное количество времени. Даже те, кто в итоге написал дерьмо, сидели над этим дерьмом очень долго. Те, чьи книги не прошли проверку временем, все равно вложили в это огромную кучу сил. И зачастую их побуждало к этому их тяжелое моральное состояние. Другими словами, депрессия. Если вы попытаетесь поискать там домашние способы лечения от депрессии, то после совета обратиться к религии, вы увидите, что там советуют ввести дневник. А до появления интернета, такое же желание ввести дневник возникало у людей само собой. Это что-то рефлекторное. Очень много, я думаю, в ваших знакомых, может, вы сами в детстве ввели дневники, а до появления мимосиков делать было нечего. И для многих людей дневник оказывался единственным нормальным собеседником. Не было психиатров, не было, допустим, рядом людей, которые могли понять все, что собираешься сказать. Еще, не дай бог, ведьмы обвинят. И поэтому традиция ввести дневники, она сохраняется до сих пор и не теряет своей актуальности. По сути, Twitter, Instagram — это просто современные интерактивные дневники. Но при чем здесь литература? А при том, что такими дневниками и являются все произведения, которые сначала вообще были до какой-то институционализированной литературы, то есть до того, как писатели стали признаны, это была просто такая вот выкладка накипевшего. Личный дневник, который написан так исячно и интересно, что его хотят читать другие люди. Нам интересно следить за такими же, как мы, за их проблемами, за их переживаниями, потому что в них мы неизбежно видим себя. Разница между наукой и литературой в том, что алгоритм работы науки таков, что ставится вопрос. На этот вопрос ищется ответ. Может быть долго, может быть быстро, с большими денежными вложениями, адронными коллайдерами, чем еще угодно, но в итоге ответ на вопрос находится. Вопрос закрыт, однако появилось еще три, исходя из этого ответа. И таким образом на каждый вопрос отвечается, появляются новые научные дисциплины, и все это вот такой вот сеткой разрастается. В литературе вопросов поменьше, но на вопросы не находится ответ. Что делать, если тебя предал близкий человек? Что делать, если ты хочешь идти на войну за свою родину, но не хочешь идти за царя? Как разрешить конфликт отцов и детей? Все эти вопросы, на них тысячи раз по-разному отвечала литература, но ни разу этот вопрос не был отвечен. И также никогда и не будет отвечен. Для этого нету рецепта. Это не поддается законодательному регулированию или какой-то догматической такой стигматизации. Нет. Стигмомация, хрумизация, блядь. Так, хрумизация не сбивай меня, пожалуйста. Для писателя его книга настолько же собеседник, насколько и для читателя. Просто вдумайтесь в это. По сути, сотни лет человечество проводит негласный конкурс на самое интересное изливание души. Не в привычном смысле в духе «Моя любовь так устала», но все эти вечные темы, которые повторяются в литературе, десятилетия за десятилетия, их наследует поколение, все они постоянно продаются. Понимаете, новым писателям даются Нобелевские премии. Новые писатели делают бестселлеры. Понимаете, в этом условном конкурсе не проводятся, конечно, олимпиады писателей всего мира, но мы можем понять, что есть первые места. Действительно, Нобелевка и огромные продажи. Второе место без Нобелевки, но не меньшие продажи, какие-то премии поменьше, да? И так поугасающей, так на седьмых, восьмых местах авторы до сих пор зарабатывают. И это авторы литературы. Ту же функцию литературы делиться опытом и брать какие-то серьезные экзистенциальные вопросы, берет на себя кино, да даже современные мультфильмы, чуваки, Gravity Falls, блядь, ну вот, вот, там это тоже есть. И все человечество негласно поддерживает этот конкурс, продолжает покупать тоннами книги с самого разного худлита. Не потому, что они просто тупенькие, а потому, что это то, что нам необходимо. У нас есть друзья для просто диалогов, для нашей простой жизни, нашего уровня сознания. А есть люди совершенно другого уровня сознания. Чуваки, Хемингуэй прошел через войну и вел как раз-таки вот все его книги. Это отчасти его дневник, который написан сухим журналистским текстом, и он хотел, чтобы это додумывали. Ему важно было дать факты, над которыми потом люди подумают. Просто очень крутой дневник. И в свои годы Хемингуэй в Советском Союзе был до безумия модным. Вот не знать Хемингуэя, это вот сразу все, ты не современен. Хемингуэй был образцом для подражания всей современной молодежи. И такие образцы появляются до сих пор. Новые и новые имена всплывают исключительно потому, что мы в них нуждаемся. Миру нужен худлит. Миру нужны авторы, за которыми можно будет следить, которые будут переживать все то же, что и мы, и потом описывать это наилучшим образом. Кто-то кладет жизнь на то, чтобы строить дороги, кто-то на то, чтобы производить автомобильные номера, а кто-то на то, чтобы фиксировать все это вокруг, на то, чтобы потратить годы в попытке ответить на какой-то вот такой дистанциальный вопрос, после этого выпустить это в мир и надеяться на то, что отклик придет. И в качестве последнего примера я приведу Голливуд, где есть первоначальное произведение, допустим, Великий Гэтсби, которое уже признано чертовски хорошим. Берется команда, даются ужасно огромные деньги сценаристу, еще более огромные деньги даются режиссеру, и еще более огромные деньги даются актеру. Берут Ди Каприо. Важно понимать, что это не просто имя, это именно один из лучших актеров. То есть в планетарном масштабе это один из лучших людей, которые умеют передавать мысли как бы с бумаги, понимаете? То есть они считывают образ на бумаге, и после этого им нужно его воссоздать. Это трудно. И он один из лучших. Он стоит настолько дорого, потому что, возможно, второго такого уже не родится. И все это понимают. То же самое относится ко всей съемочной площадке. И в итоге все эти невероятные вложения с 10 нулями, да, в чеках, они в итоге того стоят. В итоге Великий Гэтсби влияет на огромное количество умов. И помимо меркантильных целей, чтобы продать билеты, там, купить себе яхту, преследуются цели гораздо более благие, важные. И в итоге вы забудете про 300 рублей за билет на Великого Гэтсби, однако самого Великого Гэтсби не забудете. Ты знаешь за кнопку подписки. Продолжение следует...